Новые машины с струйными рядами стоят в гараже МУП «Водоканал». Это 20 единиц современной техники, которые будут помогать содержать сочинские сети в полном порядке. Например, эти КАМАЗы. Это каналопромывочные автомобили. Они предназначены для обслуживания и прочистки канализационных систем от разного рода засоров. Они оснащены более лучшими насосами, более усовершенствованы, более давление высокое. Они предназначены для промывания канализационных люков, для промывания труб, для прочищения труб канализации. А вот эти блестящие на солнце машины – водовозки. Автомобили будут подвозить воду жителям разных районов в случае плановых отключений или каких-либо серьезных нарушений на сетях. Объем одной такой – 8 кубов. А вот на таких бортовых автомобилях бригады «Водоканала» будут выезжать для устранения аварийных ситуаций. Раньше слесари-ремонтники передвигались по городу на громоздких газелях, которые могли проехать не в любой двор. Новые машины более маневренны и удобны в сочинской городской среде. Для города Сочи очень-очень удобный автомобиль. Кондиционер у нас температура, вы знаете, прекрасно – 40-42 градуса. Комфортно для бригады. Работать на таких машинах, говорят слесари, одно удовольствие. И это только первый этап поставки новой техники. До середины июля парк «МУК-Водоканал» в общей сложности расширится на 90 единиц. На сегодняшний день можно сказать, что потребность техники закрыта практически на 100%. И сегодня вопрос, можем, достаточно ли техники или нет, закрыт окончательно. Это напрямую повлияет на возможность оперативного устранения аварии, оперативного выезда, оперативных каких-то мероприятий по прочистке трубопровода и так далее. Всё это стало возможным благодаря помощи городской администрации. Кроме новой спецтехники, «Водоканал» уже заключил договор на поставку дополнительного оборудования. Это, например, пилы, дрели, сварка. Так что работать сотрудником муниципального предприятия теперь будет легче и комфортнее, а аварии устранятся гораздо быстрее. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.